Добрый вечер! Выники минулых 7 дней у программы «Навидный тыдня» на телеканале «Беларусь 4» У студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у выпуску У Жлобини разледили наибольшие актуальные питания социальной сферы Перспективы супрациониста нашей в области и Польши обмерковали у Гомеле Оперативная обстановка по гололедным травмам, досягнению сферы травматологии и правилы безопасности на льду Об этом наше актуальное интервью Пряможцей конкурсу «Миссис Гомель-2016» стала матью пятерых детей А зараз об этом и иншим больше подробязна Задейничание ресурсов для развития системы адукации Замоцывание молодых специалистов у медицинских установах И развитие новых форм социальных обслуговывания Для наибольшь необороненных слоев насильництва На этом тыдне у Жлобини пройшел семинар «Нарада» по социальных питаниях Означаючи становочие моменты, такие как рост народжальности Умоцывание материально-технической базы медицинских установ Полевшение ситуации на рынке працы Основную увагу дельники «Нарады» звернули на проблемные питания По словах вице-премьера Беларуси Натальи Качановой Такие семинары пройдуть во усих областях Беларуси По выниках их работы будут приняты решения Якие повинны выправить огученные недохопы Олег Синцеров поцикавился, об чим и шла размова Зворот до социальных питаний не ограничить попадковостью У речи, сама политика Беларуси заявляется социально ориентованной Кожная третья державная программа, якая зараз реализуется в Украине Мае самое непосредненное дочинение до этой сферы Культура, адукация, медицина, друкованные и электронные сродки массовой информации Нема ни одного человека, экип не сутыкауси с розными галинами социальной инфраструктуры Проблемы социальной сферы сегодня пеш за все связываются с кадровыми питаниями Особливо актуальна гэта для сельской мясовости У некоторых районах справа дошла до того, что навэт первичную медицинскую допамогу Нихто оказать не може Молодые специалисты часто мкнуться вернуться у городы практически одразу пасля приезду Вице-премьер Наталья Качанова лечит, что тут больше активную позицию повинны займать местовые урады По-перше, необходимо различить реальные потребности у медиках, у разных населенных пунктов А по-другому, створить для них примальные умовы для життя Мы же понимаем, что это не предоставление сразу квартиры, но общежития Понимая, что сегодня в большей степени общежития имеют ведомственную принадлежность Значит, каким-то образом местные органы власти должны решать и находить подходы к руководителям, которые имеют общежитие Для того, чтобы предусмотреть какой-то процент в этом общежитии, выделение мест И еще одна проблема социальной сферы – формализм Когда подлечить все культурные мероприемства, которые проводятся на протягу года Легподи на десятки тысяч, а на практице все не так однозначно Когда у зале заняты только треть креслов, какая от этих мероприемств корысть На сегодняшний день по Гомельской области, по разным регионам составляет от 37 до 72 процентов Процент заполняемости залов Вот давайте подскажите, пожалуйста, все-таки, может быть, и на эту тему мы поддискусируем Или что для нас важнее? Или люди, которые должны все-таки приходить и получать вот эти вот услуги сферы культуры? Или просто статистика? Пытание, на какое звертаю увагу министр информации Лилия Ананич Удосканаливание работы СМИ, за уваги еесь, як до местовых, так и республиканских электронных и друкованных выданий Необходно быть цикавыми для людей, иначе это снова же работа с минимальной эффективностью И тут уже размолы идя об информационной безопасности державы У нас в информационном поле, помимо национальных телеканалов, региональных, еще свыше 200-208 иностранных телеканалов Мы мониторим ситуацию, вот только за этот год 5 проверок в регионах Замечаний нами не выявлялось, но думаю, что эта работа должна вестись постоянно Потому что есть строго очерченный перечень тех каналов, которые имеют право распространяться у нас в Беларуси Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель» Сажлобина Протягиваем выпуск Пытания активизации двухбаковых относинов обмерковались и на гэтым тэдне Почас визиту Гомельскую в область надзвучайного и полномоцного посла Республики Польша у Республицы Беларусь Конрада Мартина Паулика Перспективы супрацовництва, так само иншие новины экономичного життя, у огляде Марины Северьяновой Самое первое межрегиональное погоднение об супрацовництве в 1992 году заключили «Гомель» и «Радам» И кейтой час был центром воеводства в Центральной Польше Зараз таких договоров об Себровстве шесть, плюс погоднение об супрацовництве по Межгомельской области и Любузским воеводствам Его представники приезжали в областные центры для обмеркования пытаний супрацовництва у Кастрышников этого года Перспективы, правда, значные Среди наибольших яскравых прикладов опошнего часа Реестрация у свободной экономичной зоне «Гомель-Радон» товариства «Далкам-40» У планах этого предприемства открытие экспортно-ориентованной меблевой вытворчасти Со створением больше 600 працовных мест Сегодня на предприятии работает около 60 человек Первые рабочие места – это швеи Они сейчас будут проходить обучение, в том числе и в Польше В следующем году будет вторая очередь, еще более крупное производство Вначале будут производиться компоненты для мебели, дальше будет полномерная сборка мебели для польской компании Зараз на территории Гомельской области працуются 25 предприемств с польским капиталом Основные на прамке деянности – дрова-процовка, сельская господарка, перепроцовка неметалличных отходов А приоритеты гомельской продукции на польском рынке можно мерковать по назвам предприемствам экспортеров БМЗ, химзавод, Гомельшкло, Беларусьнафта, Мазырский нафтоперопроцовчий и Светлогорскхимволокно Дарыши предприемства Светлогорскхимволокно, улику перших на территории краины СНД Почаловы творчость полиэфирных нитев, якие мают особливые властивости Иныздольные худко реаговать на изменение температуры тела, попередживать перегрев альбо переохолодживание человека В ближайший час продукция отправится на 10 предприемств Беларуси, России и Казахстана, где выпускают трикотажные выробы Глина применения нового материала будет широкой И он может выкористовываться для пошива верхней вопротки, белизны, панчошной шкарпэтышных выробы Спецодень для занятков альпинизмом, лыжным спортом, полеванием, рыбалкой и т.д. На ценниках у продуктовых крамах с первого студеня з'явится новый родок Кошт товару за килограмм альбо литр Такое новое введение инициявало Министерство антимонопольного регулирования и гандлю До первого липеня будущего года гэта будет только рекомендация, а потом станет обовязковой нормой Додатковая информация на ценниках дозволить одразу ориентоваться Ики продукты однольковой линейки каштуют больше танна Бо зараз, например, молоко продается у тары по литру, 950, 900 мл и гэта к далей Той же с крупами вытворцы фасуют их по килограмму 900, 800 альбо 700 граммов Новое введение да поможет экономить гроши, бодразу вядома, кольки на самой справе каштуют товар Что до продуктов вага яких меньших 250 граммов альбо миллилитров То обовязковым станет указание их цены за 100 граммов и 100 миллилитров Предоставлять дополнительную информацию для потребителя для того, чтобы он мог ориентироваться в изменении цены Мы сегодня с вами видим в магазинах, что у нас стоит упаковка молока Мы воспринимаем ее зрительно как литр, а на самом деле там 0,93 литра Или там 0,8 литра То есть не литр, а 930 мл или 800 мл или 860 И, соответственно, цена варьируется И покупатель чисто, будем говорить, визуально воспринимает, что одно и то же количество молока, как бы, но оно стоит разную цену Но иногда случается так, что покупая за более меньшую цену, мы покупаем меньшее количество продуктов У протяг гандлёвой темы Гумерские крамы проводят массовые распродажи Частка гандлёвых объектов до нового года планует снизить цены минимум на 40% На некоторые магазины вы решили перонять европейскую тенденцию проведения «Чёрных пятниц» И спробовать укоронить в белорусских реалиях традицию заходних што-годовых распродаж Например, «Чёрный» опошнюю пятницу листопада объявил гандлёвый центр «Сакрыт» Или у адрознений от Европы и США, где помиры скидок вахаются от 30 до 90%, гумерские продавцы не такие шодрые У «Сакрытия» реальные помиры скидки на оденье у «Чёрную пятницу» 15%, некоторые продавцы пропоновали 30% Или зумовыми Например, «Коли робишь две покупки» Таким чином нас подштурховываете набывать больше Про неколь ки дён наши корреспонденты знову побывали у «Сакрытия» Уражения были неоднозначными На частых гандлёвых кропах ценники со скидками застались на месте Зняли только плакаты «Чёрная пятница» Местами скидки стали навод больше Правда, и цены на некоторые товары подросли Тым часом гумерские корыстальники интернета заподозрали у «Падмани» покупников буйный будовничий гипермаркет Под ценниками со словом «Акция» знайшли «Звычайный» с такой же ценой Ситуация выкликала буро обуренье В гандлёвом объекте ее прокомментировали наступным чином Был проведен небольшой ребрендинг, у нас раньше акционная цена была желтая А обычный ценник был оранжевый У людей была большая путаница, понимание того, что сейчас на акции Люди воспринимали оранжевый неправильно В большинстве ситуаций все равно красная цена вызывает у людей большее какое-то внимание Мы решили перейти на другой цвет ценников, дабы было четкое понимание того, что этот товар сейчас находится именно на акции Ситуация возникла только из-за того, что очень большое количество ценников было поменено Большая была проведена работа и остался какой-то маленький человеческий фактор В этой фотографии нет ничего криминального Цена как была, так и осталась Сразу была акционная цена Колер ценника, помер скидок и количество акций в нашей стране продавцы вызначают самостоинно При этом некоторые, правда, хитруют Например, делать максимальную накрутку на товар Напосле несколько снижают цену, объявивши черговую акцию Таким чином, под видом скидки, мы часто набиваем товар по его реальным коштям При этом все в рамках законодательства Просто маркетинг Если будут конкретные нарушения законодательства о ценообразовании То можно наказывать Но, к сожалению, если это идет именно обман Который связан с тем, что именно сформирована цена То есть это регулируется именно торговой надбавкой И продавец ее сначала увеличил, он имеет на это право А потом он ее снизил То здесь, конечно, сложно говорить о том, что это идет именно обман То есть это репутация всего лишь продавца И право покупателя не приобретать этот товар К сожалению, наши не учитывают, что можно продать большее количество товаров Со скидкой и получить за счет объема тот же доход В отличие от реализации небольшого количества товаров С значительной торговой надбавкой 23-го снежня открыются елышные кермаши Ганель будет организованы на 120 стационарных пляцовках у Гомеле Райцентрах и малых городах Кроме того, пройдут 285 выездных кермашов у сельской мясцовости Древы вышиней до метра будут каштовать от 7 рублей 80 копеек До 2 метров обойдутся, прикладно, в 10 рублей Цены на большевысокие древы будут начинаться от 13 рублей Самый великий кост на елки у катках – 22,5 рублей При этом купить их можно уже с сеннего у всех лязгасах в области Не чекающих елочных кермашов Марина Севриянова, телерадиокомпания «Гомель» Капрызы небесной канцеляры не спыняются Моразы изменяя резкое потепление, а снегопады чаргуются с дождями Як выник гололед и риск отримать травму литерально на ровным местом На Гомельщине назирается повеличение колькости выпадков гололедных травмов Некоторым с потерпелых потребуется хирургичная допомога Об достижениях медицины, оперативной обстановки и галоны о правилах безопасности на льду Нашему корреспонденту Ганне Ковалевой Расповел галоны позаштатный травматолог-ортопед Управления ховы здоровья Гомельского облаконкама Юрий Кос Здравствуйте, Юрий Козлович Вы только что с операцией Скажите, что была за операция, как она прошла? Операция была у пациентки 58 лет по поводу гололедной травмы Переознашел тяжелейший перелом голени Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо Расскажите, сколько обратилось людей с такими травмами И как давно они стали обращаться к вам? Обращаться с гололедной травмой пациенты начали буквально две недели назад Когда произошли снегопады первые, затем морозы И сейчас начал таять снег и таять след Поэтому количество пациентов, особенно за последнюю неделю, значительно увеличилось В настоящее время по городу Гомельо обращается в два травмпункта И приемное отделение областной клинической больницы до 70-75 пациентов Последние 4 дня 20-25 пациентов – это пациенты с гололедной травмой Но все-таки в основной своей массе какие травмы конкретно фиксировали Вот за эти две недели, как люди стали обращаться? В первую очередь это повреждение лодыжек, голеностопный сустав Более тяжелые травмы, конечно, перелом шейки бедра Например, ребенок три года катался с горки на саночках Ребенок падает, получает перелом бедра Три года И рядом же совершенно другой возрастной катинки Пациентке 78 лет Шла в поликлинику буквально вчера И на скользкой поверхности подвернула ногу, упала Получила тяжелейший чрезвертельный перелом бедра Сколько таких пациентов уже? В нашу клинику за две недели поступило 8 пациентов с переломами шейки бедра И в основном пожилые, да? В основном это пациенты старше 70 лет Им требуется оперативное лечение Мы стараемся, что если есть один малейший шанс Для того, чтобы поставить человека на ноги, мы ему делаем операцию Для пожилого пациента важно не лежать в постели А быстрее оперировать, поставить его на костыли, на ходунки Научить ходить Юрий Казимирович, ну вот раз уж мы подошли к этой теме Скажите, какими возможностями сегодня обладает медицина? Какие операции проводятся именно в вашей больнице? Может быть, как раз таки вашими руками? Насколько вероятно вернуть человека обратно К полноценной привычной жизни после самой тяжелой травмы? Наша клиника оснащена самым современным медицинским оборудованием Которое позволяет осуществлять высокотехнологичные и сложные операции На всех сегментах конечностей Причем эти операции делаются малоинвазивно Малоинвазивно это щадящими Через минимальные разрезы С использованием специальных устройств Так называемых электронно-оптических преобразователей А проще говоря, это рентгенский аппарат в операционной Который позволяет в режиме реального времени Следить за тем, как правильно доктор осуществляет манипуляцию на костях И как правильно скрепляет эти кости У нас есть обширнейший диапазон имплантов Имплантов это специальных винтов, пластин, стержней Это, скажем так, нам помогает быстрее его поставить на ноги Вернуть к работе, вернуть к бытовой жизни Раньше, конечно же, было тяжело прооперировать и получить хороший результат Оперируя их традиционными методами Сейчас, имея тот диапазон, о котором мы говорили Позволяют делать малоинвазивные операции И люди возвращаются действительно к жизни Юрий Казимирович, но все-таки главная цель нашей с вами беседы Это, в конце концов, объяснить людям, как не попасть в число ваших пациентов Расскажите, главные правила безопасности, какие они? Главные моменты для того, чтобы себя обезопасить Они на самом деле крайне просты Во-первых, в дни, когда имеется гололед, нужно, выходя на улицу, одеться таким образом, чтобы при ходьбе чувствовать поверхность земли достаточно широкой подошвой Причем рельеф должна быть четкий для того, чтобы сцепление землей было хорошее Барышни любят каблуки Да, но здесь, конечно, высокий каблук – это, опять же, предрасположенность гололедной травмы Далее, нужно во время гололеда в эти дни выходить на работу за 10-15 минут раньше, чем вы это планировали Потому что вы не должны спешить, не должны бежать Все это предрасполагает к тому, чтобы получить гололедную травму Но вот все-таки, если понятно, что падение не избежать, как, может быть, вот, говоря в кавычках, упасть правильнее, чтобы минимизировать получение травмы? Ну, инстинктивно, конечно, человек падает, он растопыривает, образно говоря, конечности Растопыривая конечности, увеличивается количество переломов Все-таки нужно попытаться прижать руки к туловищу, ноги тоже, чтобы вместе были И в этом положении все-таки упасть боком И тогда меньше этих будет травм Сложно, я понимаю, что сложно это произвести в течение двух нескольких секунд Но те люди, которые это так производят, они получают менее тяжелые травмы Чем тогда, когда человек падает, извините, просто как мешок Поэтому, когда идете по улице, нельзя держать руки в карманах Вы не успеете сгруппироваться, не успеете вытянуться Это же ведь секундное дело Вот, в принципе, все, что хотел сказать вам о гололедной травме Я думаю, что если вы будете соблюдать вот эти все необходимые, простые меры То и травм будет меньше, и все будет у вас хорошо И берегите себя А зараз до новинок культуры У областном доме навученцев и работников установ профессийной эдукации На этом тыдне вызначили переможца областного конкурса «Левшая молодая семья Гомельщины» А в областном драматическом театре стало вядомо имя «Миссис Гомель-2016» Больше подробно об этой и других событиях культурного жития региона Расскажет Настасия Кучинская Белорусская хата на святы богата Выстава под такой назвой открылась у Гомельским областным центры народной творчести Проект носить глубоко символичный сенс Присутные могут убашить связковую селянскую хату с тагачасными приладами працы и народного побыту Познайомиться с традиционной культурой белорусов У экспозиции представлена народная ткацтва, вышивка и выробы у технице петчварк Або, иначе кажучи, ласкутное шитье Гэта сумесные творчые работы майстро областного центра и розных районов Гомельшины Центральное место на выставе займаются ручники Сакральные предметы, які нясуть у своих вышитых узорах Сувесь с природой, землей и протками А у центральной части Палаца Румянцевых и Паскевича Упрацтавили знаходки археологичных экспедиций У экспозиции 30 века уникальные предметы Материалы раскопок, які проходили у опошние годы Гэта выник до следшей деяности супрацунникова Палацова паркового ансамбля ИГДУ имя Франциска Скарыны У сукупности летость и на початку гэтых ахода Было знайдено прикладно 2000 артефактов На выставе проставлено каля 20 из них Тут у першыню экспануются археологичные предметы Выявленные под час работ по установцу новых аттракционов у парку На приклад керамика 10-го стаходя Разбуранная печь 17-го, 18-го Самому старожитному экспанату каля 5000 годов Гэты ляпных ашок знайдены у Гомельским районе У областным доме навученцев и работников установ профессийной эдукации На гэтым тыдне вызначили пераможцу областного конкурсу Лепшая молодая семья Гомельшины У районных этапах свои силы спрабывали каля 150 семью На заключные трапили тольки 8 пар Выстава презентации их рукотворных работ Нагадывала кермаш народных рамёнств И оригинальных сучасных арт-абъектов На суржуры кожны представил Свои наибольшь яркие творшие захопления из дольности На сцене удельникам необходно было продемонстровать таленты, кроативность И семейное аджинство у двух испытах Визитка и творчий номер Конкурсанты старались опраставить себе максимально разнопланово З уделом усих членов семьи У вынику на третьем месте опынулась семья Карабейниковых Зветковского района На другим семья Латотиных советского района Гомеля Первое место и гоноровое звание Лепшая молодая семья Гомельшины Всё лето отрымала семья Чырка Са Светлогорского района А тым шасаму областным драматичным театры Отбылся финал другого областного конкурсу Миссис Гомель-2016 Ягу удельницами стали Саправдные леди, які знаходятся У шлюбе «Маю дятей» 15 абаяльных и поспяховых молодых жанчин Во узросте от 23 до 36 годов Дефиле, хореография, фотосессии Из дымки вида клипа До финального шоу Гомельские прыгажу не рыхтовалися На протягу месяца у режиме нон-стоп До организации финалу конкурсу У гэтым годзе подышлі «Грунтуна» У программе паказа одзения беларуских дизайнера У брендовых вытворців для мати і дятей Танцевальны номер у дельниц И выступлений артыстов Галунная миссія конкурсу Прапаганда семейных каштоўностів І далаў миру добра і прыхажості А таксама прэстыжу матярынства Имя пераможцы стала вядома Пасля таго, як конкурсантки Прадемонстравалі ўсе свои талінты У выніку гоноровый тытул Миссис Гомель-2016 Отрымала мати пятарых дятей Алина Малыш У особных номінаціях Означены і інші удельніцы Місіс фітнес стала Ганна Доўга Прыз глядацких симпатий Дастаўся Валері Фелімоновай Тытулы Місіс усмешка Місіс симпатия прэсы І другая вице-місіс Отрымала Вікторія Грабчанкова Перша вице-місіс Стала наша колега Супрацовніца Службы інформації Євгенія Савіна І об спорте Мушчынская каманда гандбольнага клуба Гомель Пачынае братьбу за кубок краіны На першым этапе гамельчані Згуляюцца столичным вітязям Перша гульня Отбудзіцца 17-го Снежні у Гомелі Сустрэччаў адказ пройдзе Прастыдзень у століцы Об інших спортывных падеях У агляде Максима Савіна Міжнародны фестываль лёгкай атлетыкі Снежная рысь У другі раз Берэ пад сваі стягі юных спортсменов Паборніства адбудзіцца 16-го і 17-го Снежні у Гомелі У палацы лёгкай атлетыкі Год таму на першый фестываль Приехалі лёгкай атлеты з ўсіх кутков Беларусі А таксамаз Расі і Польшы На гэтый раз гастей чакаюць не менш Завтра двума матчами завершыцца Праграма 14-го тура Чемпіонату Беларусі паміні футболі У Мінску згуляюць паміж сабой лідары Сталіца і гомельскі ВРЗ Амаль паралельна ў Гомелі адбудзіцца Супрэдстояння Бэчэ і Лідсільмаша А на выходных адбудзіцца матчы 15-го тура На фініші першага круга Агар камбінат Пауднёвы сустрэнніцца На сваім полі з Мінскім Дарожнікам В РЗ чакаю гості Брэскі Аматор Бэчэ ў Мікашэвічах сустрэнніцца з Гранітам Цветлагорскі ЦКК Дома згуляя з Гродзінським У з Дынама Гомельскі баскітбалісткі на наступным тыдні Правядуць два матчы чемпіонат Україны У сяраду у століцы мая быць сустрэча з ЦМОКАМІ У суботу домашняя гульня Супрэць Гродзінська і Вікторый Максим Савін, Телерадеокампанія Гомель Гэте, а так сама іншая новіны Ви можцця знаісті на нашым сайці У інтернеті Па адресі www.тєверагоміл.бівай І на гэтым наш выпуск завершен У студы працавала Наталі Ігнатєнка Усяго вам толькі самага добрага І до нових сустрэч у ефіри Дякую за перегляд!